Ножку выше. Вот молодец. Молодчина. Так далеко 14-летняя Наташа Поповских с мамой еще никогда не выбирались. Бескрайняя поляна, лес и река с карасями. Хотя в поселок Первомайский семья переехала еще три месяца назад. До этого чудного, будто выдуманного художником места дойти просто не хватало сил. Сейчас так далеко-далеко, прям далеко-далеко. Молодец. Что Наташа сможет ходить, понимать речи просто, как ребенок радоваться этой жизни. 13 лет назад не верил, пожалуй, никто, кроме мамы девочки. После очередного обследования с тяжелой формой ДЦП годовалую малышку отправили домой доживать. Я вышла из кабинета и на всю пальницу ревела. Прямо на взрыв. Даже покушать не может. Что в сто лет не может сама сходить. Что она лежала как овощ. Серьезно. И мы потихоньку, помаленьку, начинали вот это. У нас происходило, что сдвиги вперед, вперед и вперед. Мы дома почти не жили. У нас все было в центре, операции, вот эти полюзи-бату. Потом, ну, в центре и в центре. Вот наша жизнь. Вот одни больницы. Не расслабляется Наташа и в перерывах между реабилитациями. Когда ноги слушаются с трудом, обычная лестница на второй этаж превращается в тренажер. Каждая ступенька дается нелегко, но даже преодолевая боль, Наташа не перестает улыбаться. Своим оптимизмом она заражает всех вокруг. А когда не хватает слов, нежность и любовь выражает понятным для всех языком. Она вообще сама по себе такая очень открытая и общительная. Вот сколько они ездят, везде как бы это отмечают. И доктора, и вот другие пациенты. Она вот настолько открытая, ей хочется со всеми детьми общаться, со всеми взрослыми. Целовашки – это любимые. Немашки, целовашки. С урока нежности начинается и каждое занятие Наташи с дефектологом. Сейчас девочка успешно заканчивает шестой класс коррекционной школы. Дома ежедневно она изучает цвета и цифры, рассказывает стихи и поет. Ее активности могли бы позавидовать многие. Без капризов она с улыбкой берется за новые упражнения. Однако так было не всегда. Вот эта курочка ряба у нас пролежала под столом целый год. И когда мы год проработали и прозанимались, ну как завершающий я тут положила, она сползла на курочку рябу, а дед сидел в кресле. И она ее вот открывает, вот как бы моей интонацией. Да, да, да. Тут я просто заплакала, потому что год вот из-под стола достать вот на стол и взял ребенок в руки и начал вот так. Вот это такого дорогого стола. Прогресс констатируют и врачи. На обследовании Наташа с гордостью начала разговаривать со специалистами. И пусть пока это всего пару слов, зато у девочки теперь получается отвечать на вопросы, высказывать свое мнение и даже шутить. Ты мне даешь грушу, да? Груша. Так, что еще у тебя есть? А что это? Банан? Ага. Банан. А это что мне даешь? Яблоко. Яблоко. Молодец. Усердно, но уже не так легко Наташе даются и домашние уроки ЛФК. На улице девочка пока еще опасается ходить без поддержки мамы. Однако дома Наташа делает робкие шаги, опираясь на стену или крабы. И кажется, вот-вот девочка сможет пойти сама. Я вот пальчиком держу, она стоит. Пальчик убираю и выложится. Для того, чтобы продолжить работу по формированию двигательных навыков, Наташе сейчас необходим специальный тренажер. Девочка испытывает сильный страх, когда не чувствует поддержки. Оборудование оснащено креплениями, которые будут фиксировать ноги и тело. Заниматься можно будет безопасно. Однако стоимость тренажера 334 830 рублей. Собрать такую сумму самостоятельно мама Наташу не в силах. Подарить девочке шанс научиться ходить можем мы с вами. Отправляя смс-сообщение со словом «Чудо» на номер 7878. Вы жертвуете 70 рублей на помощь Наташе и другим участникам проекта «Ты ему нужен». Также оказать поддержку можно через интернет-сайт www.helpdefeastchildren.net. Даже самый скромный вклад приближает детскую мечту к реальности. Сегодня именно «Ты нужен» Наташи Поповских. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok